В Улан-Удэ произошло убийство. Тело 52-летнего мужчины с травмами головы нашли в микрорайоне Силикатный. Под подозрением 34-летний знакомый. Вместе они распивали алкоголь, а позже поссорились. Обвиняемый ударил мужчину по голове. Возбуждено уголовное дело. Накануне в Улан-Удэ на зебре сбили ребенка. Все случилось на развязке возле центрального рынка. С травмами 12-летнюю девочку доставили в больницу. 36-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже сам обратился в органы. Как пояснили в ГИБДД, испугался. Еще одно ДТП случилось в Заиграйском районе. 72-летний водитель Тойота Харьер не справился с управлением. Машина перевернулась. Пострадала 70-летняя пассажирка авто. Ее госпитализировали в больницу. В Бурятии черным лесорубом грозит до 7 лет тюрьмы. ОПГ орудовало в Яравненском районе. Всего по подсчетам ущерб составил около 10 миллионов рублей. Лидер группы 50-летний местный житель. Он поставлялся участникам технику, отвозил на место вырубки и выдавал документы. Сейчас уголовное дело передали в суд. Нарушения на ЕГЭ будут проверять нейросети. Касается это всех регионов России. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Да, мы планируем всю страну отсматривать, пропускать через нейросеть. И, конечно же, окончательное решение принимает не нейросеть. Она только фиксирует, ставит метки. А метки уже человек-модератор просматривает и дает окончательный вердикт. Действительно, там был телефон или шпаргалка или нет. Проверка нейросетями заработает в 2024 году. Также глава ведомства рассказал, что график проведения ЕГЭ примут уже до конца года или же в начале следующего. Семья из Бурятии стала одной из лучших в стране. В Москве наградили финалистов всероссийского конкурса «Семья года». Победителями в номинации «Сельская семья» стала Чита Дымбрыловых из Закаменского района. У Валерия и Веры трое детей. Мужчина работает ветеринарным фельдшером и учителем физкультуры. Супруга – воспитателем в школе. Бурятские спортсменки – призеры Кубка России по пауэрлифтингу. Наша землячка Алина Тюкавкина взяла серебро в экипировочном жиме весовой категории до 69 килограммов. Елена Былкова отличилась в классическом троеборье. Она заняла третье место. Отметим, соревнования проходили в Туле с 9 по 18 октября. В нем участвовали более 400 спортсменов из 64 регионов страны.